Спортивно и интеллектуально. Именно так прошел День знаний в Десногорске. Уже четвертый год подряд, 1 сентября, сотрудники Центральной библиотеки заставляют книги бегать. Что это значит, расскажем в сюжете. Всероссийская социокультурная акция «Бегущая книга-2021» стала еще ближе к спорту. Осенний забег посвятили актуальной теме этого года – Олимпийским играм. В качестве книгобежцев, которые несут знания в массы, традиционно выступили волонтеры и работники библиотеки. Прежде чем отпустить активистов по своим маршрутам, старт началу забега дал заместитель главы города Александр Новиков. Наш город, который по праву считается высокоинтеллектуальным городом Смоленской области, показывает хорошие результаты в ответе на те вопросы, которые вы задаете. И наши жители с огромным удовольствием участвуют в этом марафоне, отвечают на вопросы, получают книги, читают и продолжают участвовать в следующих годах. «Бегущая книга» – это современный проект, который организуют сотрудники библиотек, чтобы привлечь и расширить читательскую аудиторию. В этот раз спонсорскую помощь в приобретении подарков для акций оказал депутат Смоленской областной думы Михаил Осенко. Традиционно помогла проекту и госкорпорация «Росатом». По словам Михаила Хоботова, в рамках программы «Территория культуры Росатома» важно поддерживать имидж России как самой читающей страны. «Недаром называлась наша страна самая читающая в мире. Она должна быть такой страной. Поэтому вот эти все акции, которые проводятся, в том числе «Бегущая книга» или «Бегом за книгой», как угодно можно назвать, это ведь и возвращение, наверное, к тому старому, появителю любви книги». Первыми на пути волонтёров оказались почётные гости церемонии открытия – Александр Новиков, Михаил Хоботов и председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Анна Королёва. После этого, невзирая на дождь, активисты отправились в город по четырём маршрутам, чтобы раздать 259 книг эрудированным жителям Десногорска. Респонденты, правильно ответившие на вопросы книгобежцев, получали за свои знания книги. Те, у кого вопросы вызвали затруднения, также не остались без подарков. В качестве утешительных призов и стимула к чтению они получили книги, сувениры и блокноты.